Всем привет! Сегодня мы сделаем тело из шариков, которое затем можно использовать для изготовления скульптурок различных мультипликационных героев. Накачайте красный шарик, оставляя примерно 7 сантиметровый хвостик. Сделайте первый примерно 12 сантиметровый пузырь. Всего нам нужно сделать 6 пузырей. Первый и последний пузырь будет пузырями рук. Я использую красного цвета шарик, чтобы сделать скульптурку Деда Мороза. Давайте сожмем шарик, чтобы сделать его помягче. Теперь давайте сделаем второй примерно 15 сантиметровый пузырь. Мы можем делать пузыри, следуя обычному порядку, за первым пузырем. Второй делаем, третий, четвертый и так далее. А можно, и я думаю для этой скульптурки даже лучше, делать пузыри парами. Так что давайте теперь сделаем шестой примерно 12 сантиметровый пузырь, отмеряя от самого кончика шарика. Теперь нам нужно замкнуть свободный конец первого и шестого пузырей в один замок. Мы сделали руки. Остальные четыре пузыря, которые мы должны еще сделать, будут представлять собой тело и ноги. Оставшиеся четыре пузыря мы можем сделать все одного размера, а лучше сделаем их двух размеров. Делаем пятый пузырь такого же размера, как второй, примерно 15 сантиметровой длины. И замыкаем свободные концы второго и третьего пузырей в один замок. Оставшуюся часть шарика разделяем на два пузыря одинаковой длины. Теперь нам нужно замкнуть концы пузырей рук между третьим и четвертым пузырями тела. Вот и все. Поздравляю, мы сделали тело. Отлично. Давайте поправим все пузыри в нужное нам положение. Длинная пара пузырей будет передней частью тела. А теперь накачайте черный шарик, оставляя примерно 12 сантиметровый хвостик. Сделайте первый черный примерно 15 сантиметровый пузырь и замкните его к концу в один замок. Сделайте второй мягкий примерно 5 сантиметровый пузырь. Замкните оба конца второго пузыря в один замок. Мы сделали башмачок или ступню. Пожалуй, это самый простейший башмачок. Делаем третий 15 сантиметровый пузырь и замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Таким образом мы сделали пару туфлей или башмачков или две ступни. В общем, это ножки для нашей скульптуры. Обрезаем остаток черного шарика, завязываем конец и прячем его между пузырями. Теперь нам осталось прикрепить эти башмачки к нижней части тела. Просто проденьте один из черных пузырей башмачков между красными пузырями тела. Второй маленький черный пузырь помогает удерживать башмачки в нужном нам положении. Теперь мы можем зафиксировать пузыри рук между пузырями тела. С ногами наше тело больше похоже на тело, не правда ли? Вот у нас получается вид спереди, вид снизу, вид сбоку и вид сзади. Давайте сделаем варежки. Накачайте белый шарик, оставляя примерно 12 см хвостик. Сделайте первый мягкий примерно 3 см пузырь. Замкните оба конца первого пузыря в один замок. Делаем второй мягкий 3 см пузырь. Замыкаем оба конца второго пузыря в один замок. Сделайте третий мягкий примерно 3 см пузырь. И замкните оба конца третьего пузыря в один замок. Я стараюсь оставлять небольшое пространство между пузырями. Сделайте четвертый мягкий примерно 3 см пузырь. И замкните оба конца четвертого пузыря в один замок. Сейчас я растяну пузыри слегка в разные стороны и вы увидите это пространство между пузырями я оставил Отлично, а теперь давайте сделаем пятый, примерно трех сантиметровый пузырь И замыкаем оба конца цепочки из первых пяти белых пузырей в один замок Поздравляю, мы сделали ладонь или рукавичку или кулак с большим пальцем вверх Давайте обрежем аккуратно оставшуюся часть белого шарика Мы воспользуемся этим куском шарика, чтобы сделать вторую рукавичку или кулак Завяжите конец шарика Можно сделать простую ладошку из одного пузыря Или мы можем сделать также простую ладошку из четырех пузырей Сделайте цепочку из двух пяти сантиметровых пузырей Замкните оба конца цепочки в один замок Сделайте цепочку из следующих двух мягких, примерно трех сантиметровых пузырей Замыкаем все концы последних двух пузырей в один замок Вот так мы сделали вторую ладошку или варежку Обрежьте остаток белого шарика и завяжите конец В этом примере мы сделали две разные рукавички или две разные ладошки Конечно, вы можете сделать две полностью одинаковые, это на ваше усмотрение А теперь нам нужно прикрепить белые рукавички к концам красных пузырей рук В этом примере я просто замыкаю сопло красного шарика между белыми пузырями одной из ладошек, одной из рукавичек Спрячьте концы шариков между пузырями Или можете аккуратно обрезать кончики шарика ножницами, это на ваше усмотрение, конечно Теперь мы прикрепим вторую рукавичку Сделайте крохотный пузырь размером с ноготок на самом кончике второй руки Замыкаем свободный конец этого крохотного красного пузыря между пузырями второй варежки Поправляем все пузыри в нужное нам положение Поздравляю, вы сделали тело с руками и с ногами Вот вид сзади, вид спереди Как вы помните, мы сделали пузыри тела мягкими И сейчас мы этим воспользуемся Возьмите все четыре пузыря в одну руку Мы разделим все четыре пузыря тела на две части Вот так, одним движением Поправьте все пузыри в нужное нам положение Еще раз поздравляю, мы сделали тело с нижней и верхней частью Нижняя часть представляет собой ноги Мы можем использовать это тело для изготовления скульптурок различных животных И мультипликационных героев В этом примере я сделал Деда Мороза скульптурку Используя это же тело Вот вид сзади, вид сбоку, вид спереди Из такого же тела, сделанного из зеленого цвета шариков Можно сделать скульптурки элфов, инопланетян Голову можно прикрепить к телу разными способами Можно прикрепить шейный пузырь к верхушке тела А можно прикрепить шейный пузырь к нижней части тела В этом примере я закреплю свободный конец шейного пузыря Между пузырями ног и пузырями тела А затем я продену шейный пузырь между передними пузырями тела Давайте зафиксируем все пузыри в нужном нам положении Белый шейный пузырь остается с передней части тела Между красными пузырями Вот вид спереди, вид сзади, вид сбоку Можно воспользоваться нестираемым черным фломастером Чтобы приукрасить нашу скульптурку Можно использовать другие шарики, чтобы сделать дополнительные украшения Пояс, например Думаю, у вас не должно быть проблем с украшениями Если вопросы появятся, спрашивайте, оставляйте в комментариях Думаю, этого достаточно на сегодня Веселых вам выкрутасов!